Якутскев продолжает свою работу съезд коренных малочисленных народов Север. Сегодня в Доме правительства номер один состоится пленарное заседание съезда, а накануне участники встретились с представителями промышленных компаний. Оксана Устинова по порядку и поподробнее. Экологический ущерб, миграция диких животных, безработица и другие проблемы во многом связаны с влиянием промышленных компаний на уклад жизни коренных малочисленных народов Севера Якутии. Для решения этих проблем сегодня они встретились с представителями промышленных компаний. Речь идет о том, что хозяйствующие субъекты, недорогопользователи в первую очередь, приходят работать в места традиционного проживания и традиционных хозяйственных деятельностей. Соответственно, уменьшаются площади таких территорий, где можно вести традиционную природопользование. Соответственно, речь идет о том, что со временем может настать такой момент, что деятельность промышленных компаний приведет к тому, что у нас не будет коренных малочисленных народов Севера. На сегодня в Якутии существует единственный в России закон об этнологической экспертизе, который направлен на минимизацию воздействия промышленных компаний на этнос. Как показывает статистика, порядка 180 хозяйствующих субъектов ведут свою деятельность на местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера. Они ведут свою деятельность, имея лицензии на разработку порядка 400 месторождений полезных ископаемых. То есть это очень сильное негативное влияние, безусловно, имеет. И необходимо принимать в этом направлении шаги. Как показывает практика, не все промышленные компании добросовестно относятся к этому вопросу. И лишь небольшая часть из них проходит процедуру этнологической экспертизы. Так, акционерное общество «Прогноз» сейчас ведет работу на территории Кобяйского района. И благодаря этому в районе вводятся социальные объекты, а также трудоустраивается местное население. Наше взаимодействие основано на подписанном трехстороннем соглашении о социально-экономическом сотрудничестве между Ламанхинским наслегом, Кобяйским улусом и акционерной компанией «Прогноз». Каждый год мы стараемся в полной мере исполнять все пункты этого соглашения. В этом году компания ставит перед собой задачу увеличить количество специалистов инженерно-технического состава. Это редкий случай, когда промышленные предприятия успешно взаимодействуют с муниципалитетом. Чтобы такая работа велась повсеместно, Ассоциация КМНС Республики создала открытую приговорную площадку «Общественный диалог, коренные народы, промышленность, власть». Опыт этих площадок уникален в том, что здесь даже главы муниципальных образований районов и наслегов, они могут найти те компании промышленные, которых они не могут, сидя у себя там в районе, найти. Но это лишь верхушка айсберга. Обязать участвовать промышленные компании в сохранении быта и традиций КМНС пока никто не в силах. Для решения тех и других проблем нужно, чтобы законопроекты были инициированы на федеральном уровне. Ведь коренные малочисленные народы Севера проживают не только на территории Якутии, а по всей стране. Только тогда мы сможем сохранить быт, уклад жизни и традиции малочисленных народов нашей необъятной России.